Всем привет дорогие друзья! Сегодня я готовлю очень-очень вкусный тортик. У меня этот тортик будет для любимого на 14 февраля. Это вот такой вот интересный шоколадный наполеон. Он с кокосовым ганашем, с вишней и очень нежным шоколадным кремом. Абсолютно легкий, пропитанный и нежный. При этом очень интересные в нем нотки и немножко кислинка от вишни. На самом деле все очень легко делается, но процессов несколько за счет того, что у нас несколько разных начинок. Но не все так сложно, как кажется. Давайте приступим, начнем именно с теста. Тесто самое обычное, похожее для наполеона, только мы часть муки заменяем какао. Пропорции у меня все написаны. Масло мы используем замороженное и его натираем на терке. Конечно удобнее терку упереть во что-то, просто на досточку потереть масло и потом перебросить его сюда, потому что на весу тереть неудобно. Муку, какао и масло мы ставим перемешиваться. Это, конечно, можно делать и вилкой, и лопаткой, не принципиально. Добавляю сюда соль. И когда у нас стала такая красивая однородная крошка, добавляем уже сюда жидкие составляющие. У меня это будет одно яйцо. И также еще сюда нужно добавлять сметану, но за неимением я буду добавлять кефир. Это тоже абсолютно подходит, ничего страшного. Что у вас есть, какая кисломолочка, даже ряженка сюда подойдет. И обратно ставим перемешиваться. Когда комбайна у меня уже станет сложно мешать довольно густую массу, перехожу на замес руками. Либо вначале перемешиваю немного лопаткой и затем мне нужно собрать эту всю массу в единое целое. Мне нужно с нее будет скатать колбаску. Сильно долго руками не перемешиваем, для того, чтобы не растирать масло. Масло должно остаться такими, как крупинками в тесте, для того, чтобы именно тесто у нас было расслоистое. Когда тесто уже собирается вместе, с него можно скрутить колбаску. Либо ножиком, либо шкрепком собираем то, что пристает немножечко к столу. И распределяем вот так вот тесто в колбаску. Теперь я тесто разделяю на 12 частей. И потом из обрезков у меня получится еще один корж. И из части обрезков у меня пойдут на обсыпку моего тортика. Посмотрите, вот такой вот расслоистый получается у нас кругляшок с маслом. Он получится очень слоеный. Отправляю тесто на досточку, сверху накрываю пленкой и в холодильник. Хорошо, чтобы минимум часа не постояли. Пока у нас будут стоять тесто в холодильнике, займемся начинками. Сливки, либо я использовала молоко и кокосовую стружку, перемешиваем вместе и отправляем на огонь до закипания. Хорошо, хорошо его просто нужно прогреть для того, чтобы стал именно кокосовый аромат у молока. Чтобы раскрылся запах кокоса. Тем временем я отвешиваю белый шоколад. И после того, как уже нагреется масса, в нее можно добавить белый шоколад. Я сделаю вот так. Смешала все вместе. Даю буквально одну минутку постоять, для того, чтобы шоколад у нас растаял. И потом это все хорошенечко перемешиваю. Становится красиво и однородно, очень-очень вкусно пахнущая белым шоколадом и кокосом масса. Переливаю его в тарелочку и накрываю пленочкой встык. Тоже отправляю в холодильник. Должно простоять у нас хотя бы 3-4 часа. Для следующей начинки нам понадобится вишня. У меня это замороженная вишня, с которой я достала косточки и немножечко слила лишнюю жидкость. Если это у вас свежая вишня, просто достаете косточки и все. Ставите ее на огонь. Периодически помешивая, доводите до хорошего прогревания. Даже желательно до закипания. Отдельно отвешивайте пектин и перемешивайте его с сахаром до однородности. Это для того, чтобы пектин у нас потом не стал комочками. Вводим пектин и сахар в вишню. Это можно делать на плите. Возвращаем обратно это все на огонь. И доводим при постоянном помешивании до кипения. Получается такая вот мармеладная именно масса. Она уже сейчас начинает загустевать немножечко. И вот такая вот красивая-красивая получается. Я не знаю, видно вам, не видно. Вот прям кусочками уже вот такой вот, как мармеладик прям падает. Она остынет, станет вообще прям мармеладная. Количество пектина зависит от нужной вам плотности этой массы. Теперь приготовим именно шоколадный крем. Молоко и сахар. 500 грамм молока и сахар я отправила до закипания. В оставшиеся 100 грамм молока добавляю яйца. Немножечко их перемешала. И сюда же добавляю крахмал. Крахмал у меня кукурузный. Он не дает никакого запаха. И привкуса никакого тоже не дает. Поэтому добавляю кукурузный крахмал. И опять же все хорошенечко перемешали. Для того, чтобы не было никаких у нас кусочков крахмала. Ничего там не было. Масса должна стать абсолютно однородной. После того, как молоко с сахаром закипело, тоненькой струйкой вводим в постоянном помешивании в яичную массу. Возвращаем обратно в кастрюльку, ставим на огонь и опять-таки варим до закипания. Получается вот такой вот красивый крем у нас. Можно было бы и остановиться, но этот крем у нас будет шоколадный. В оригинале пишут добавлять шоколад черный. Я добавляла смесь черного и молочного шоколада. Не хочу, чтобы это было прям такой насыщенный шоколадный вкус. Хочу, чтобы это было нежненько. И просто перемешиваю. Это можно дать шоколаду тоже постоять там минутку. Он хорошо, прекрасно разойдется у вас в креме. Перемешала, чтобы не было кусочков шоколада, чтобы полностью растворился. И опять-таки накрываю пленочкой встык и отправляю в холод. Крем у нас тоже должен полностью хорошо остыть. Пока это все у нас будет остывать, можно заняться выпечкой коржей. Повторюсь, у меня их вышло по итогу 13 штук. Слегка лепешечку приплюскиваю. Посыпаю хорошо мукой и раскатываю прямо на коврике, на котором буду выпекать его. Раскатываем их больше, чем нам нужно получить диаметром тортик, потому что коржи имеют свойство уменьшаться в размере. Я их раскатывала где-то на диаметр разрезала 25 см. По итогу у меня получилось где-то 22 см тортик. Прорезаю хорошенечко. Кольцом я просто наметила, потому что оно плохо прорезает. И прорезаю ножиком для пиццы. Вот эти все остатки либо выпекаем вместе с кругом и отправляем их потом на посыпку, либо потом из них делаем еще дополнительные коржи. Я сделала один дополнительный корж, а остальные остатки я выпекала и ними буду посыпать тортик вокруг. Обязательно накалываем коржик вилочкой для того, чтобы он сильно не вздувался, и нам потом было удобнее собирать сам тортик, чтобы он не получился очень высокий. Он все равно потом сядет. Вот такой вот красивый коржик у нас после выпечки получается. Духовка разогрета до 180 градусов, пекутся они у нас 7-10 минут, в зависимости от вашей духовки. Он должен перестать блестеть у вас и быть практически негибким, чуть-чуть должен сгибаться. После того, как у нас уже все коржи готовы, ставим взбиваться сливки. В сливки добавляем где-то 3-4 столовые ложки сахара и взбиваем их до плотности. Уже остыл наш шоколадный крем, вот такой вот он очень красивый получился. Тоже очень вкусно пахнет шоколадом. Сейчас покажу, до какого состояния нужно взбить сливки. Вот такие вот сливочки у меня получились. Конечно, лучше всего использовать настоящие сливки. У меня это 40%, но, конечно, и 33% тоже подойдут. И теперь по ложке вводим шоколадную массу в взбитые сливки. Можно скорость чуть-чуть уменьшить, для того, чтобы сливки не опадали. Уменьшаем скорость, просто чтобы перемешивалось это у нас до однородности. И вот такой вот очень легкий получился у нас и очень нежный шоколадный крем. Если вы будете использовать чисто черный шоколад, он немножечко будет у вас темнее. На низ немножечко крема ставим, для того, чтобы тортик не ездил и пропитался снизу. Крем я взвесила. Отняла просто вес моей боди и взвесила всю бодью вместе с кремом. И разделила это примерно на 12 прослоек. И чуть-чуть оставила, чтобы потом вверх помазать. И потом сам тортик я собирала на весах, так просто мне удобнее было. Первый у меня корж пошел и перекрытый просто кремом. На второй корж я выкладываю треть вишни. Посмотрите, она загустела как сильно. Если вы положите 5 грамм пектина, она будет чуть-чуть мягче, мне кажется, так даже лучше. Она будет лучше растираться по коржу, у вас удобнее так, наверное, будет. И распределяем ее по коржу. И на нее выкладываем уже крем. Крем нам здесь тоже нужен, для того, чтобы коржи у нас все-таки хорошо пропитались все. Разравниваем крем. Следующий корж у нас пойдет и на него будет тоже просто крем. Мы чередуем. Корж с начинкой просто крем. Корж с начинкой просто крем. Вот у нас пошел следующий корж. И на него просто крем. Пошел следующий корж. На этот корж у нас уже пойдет кокосовая начинка. Тоже треть кокосовой начинки мы выкладываем. Разравниваем ее по тортику. И наверх у нас тоже пойдет часть крема. И дальше все так же самое. Следующий у меня пойдет без начинки прослойка, потом с вишней, потом без начинки кокосовая. Ну и так далее, до того момента, пока у нас не закончатся коржи. Сам тортик у меня, потом я поставила кольцо, для того, чтобы удобнее собирать было и потом удобно было поставить под пресс. Так как это Наполеон, он должен хорошо сесть. Сам тортик у меня получился где-то на сантиметра 2-3 выше, чем мое разъемное кольцо. Постоял он у меня где-то часа полтора вот так вот просто пропитался. И потом я его поставила под небольшой пресс, где-то грамм 800. И потом пресс добавила где-то полтора килограмма. И он у меня сел вот до высоты формы. Я ему дала пропитаться всю ночь. Это все-таки Наполеон, и он любит постоять, и он хорошо в себя впитывает крем. После того, как он ночь постоял, я снимаю с него кольцо. Он уже у меня никуда не плывет, не шатается. Это абсолютно стабильный тортик. И теперь самое важное. Делаем крошку из обрезков. Просто перетираем ручками. Можно, конечно, воспользоваться блендером, но тогда получится очень-очень мелкая крошка. Мне так нравится больше. И облепливаем вот так вот вокруг шоколадной крошкой. Украшайте по вашему желанию. Его можно и любым кремом покрыть, и творожным, и под мастику, и все, что угодно с ним можно сделать. У меня это просто тортик для любимого. Самый простой, но при этом самый вкусный, потому что сделан моими руками. Давайте его разрежем. Я покажу, какой он получился у меня внутри. Режется он очень хорошо. И при этом абсолютно стабильный. Посмотрите, какой он красивый, с белыми прослоечками, с вишенкой. Вишни можно даже чуть больше, наверное, добавить, кто как любит. А так все очень просто и очень вкусно. Обязательно радуйте своих родных и близких. Это тепло от вашей выпечки, это ничем не заменимо. Обязательно дерзайте и ставьте пальцы вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok